Сегодня расскажем вам о чем умолчал сериал Чернобыль от HBO. Оказывается, в 1986 году советская робототехника была одной из ведущих в мире, и роботы на самом деле активно участвовали в ликвидации последствий аварии. Смотрите выпуск до конца, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Хронология реальных событий немного отличалась от той, что представлена в сериале. Сначала СССР были закуплены два немецких робота-манипулятора МФ-2 и МФ-3, которые сразу же вышли из строя, так как не были рассчитаны даже на 200 рентген в час, а в самом пекле было от 10 до 20 тысяч рентген в час. Достаточно было побыть в этой зоне 10 минут, и человек уже не возвращался. Стало понятно, что без роботов на кровле третьего энергоблока точно не справиться. Тогда ленинградский ЦНИИ РТК получил срочное задание разработать и поставить на Чернобыльскую атомную станцию машины, способные выдерживать громадное излучение. Уже в июне 1986 года, то есть через полтора месяца после аварии, первые роботы для разведки и очистки территории ЧАЭС приступили к работе. Первым был колесный робот-разведчик РР-1, прибывший на станцию 17 июня и продержавшийся там 17 дней. Робот был оснащен телевизионной камерой и дозиметром с диапазоном от 5 до 10 тысяч рентген в час. Главная задача робота была оценка уровня радиации и количества отходов в самых опасных зонах. Робот обследовал порядка 700 квадратных метров при 18 тысяч рентген в час. Данные робота помогли понять, что первоначальная стратегия по сбору радиоактивных объектов манипуляторами и погрузка их в транспортных роботов не сработает. Необходимо было очистить огромные площади, в основном на крышах. А это сделать проще роботами-бульдозерами, которые просто будут сбрасывать мусор в огромный провал на месте взрыва. И уже в конце июня на станцию прибыл первый робот-бульдозер. ТР-А1 обладал примитивно простой конструкцией, но был максимально надежен и защищен от радиации. ТР-А1 стал первым роботом с навесным рабочим инструментом, бульдозерным ножом и ковшом. Робот был оснащен сканирующей телекамерой, радиостанцией R-407, двумя аккумуляторными батареями со вторичным источником питания SC-300, кабелем и переносным пунктом управления. Новые роботы приходили регулярно. ЦНИ РТК работал в режиме военного времени, круглосуточно. Помогала ему вся страна. В Чернобыль прибывали гусеничный робот-бульдозер ТР-А2, который очистил кровлю площадью 1500 квадратных метров, снизив уровень радиации в три раза и продолжив затем сваливать в провал четвертого энергоблока радиоактивный мусор, сбрасываемый с верхних кровель. Робот продержался более 200 часов. Его сменил ТР-А2 второго поколения с рамой для удобства транспортировки вертолетом и монтажа дождезащитной пленки. Радиоуправляемый тяжелый робот ТР-Б1 с бензиновым двигателем и автономной работой до 8 часов приходил в комплектации с дисковой пилой или навесным рабочим инструментом. Модификация с пилой разрезала рубероид на крыше станции. Радиоуправляемый тяжелый робот ТР-Б2 с навесным рабочим инструментом для сбора сыпучих отходов. Тяжелые роботы ТР-Г1 и ТР-Г2 на гусеничном ходу, разработанные уже в августе 1986, обладали повышенной проходимостью и могли работать в условиях с предельно высоким уровнем радиации. Для этого конструкторы отказались от современной на тот момент полупроводниковой радиоаппаратуры и ограничились более примитивной, но надежной релейной схемой управления. Питание роботы получали по кабелю. Вся электроника была перемещена на пульт управления, лишь защищенные телекамеры остались на самих роботах. Последние модификации роботов были оборудованы кабелеукладчиками, исключавшими наезды тяжелого робота на собственный кабель. Одновременно с бульдозерами разрабатывались и новые роботы-разведчики. Колесные РР-2, обследовавшие 800 квадратных метров кровли РР-3 и РР-4, и гусеничные РР-Г1 и РР-Г2, способные обследовать труднодоступные места, включая лестницы и проходы. Роботы успешно работали в условиях самых интенсивных ионизирующих излучений с мощностью до 20 тысяч рентген в час. Миниатюрные телекамеры на роботах писали видео на первые советские видеомагнитофоны, срочно скопированные в Обскове с японских образцов по заказу того же ЦНИ-РТК. Роботы постоянно модернизировались, инженеры экспериментировали и учились на ошибках. Автономные роботы с аккумуляторами быстро разряжались, а управление по радиосвязи было затруднено из-за ионизации. Надежнее были роботы, получавшие питание и команды по кабелю, но длинный кабель путался, а короткий вынуждал оператора приближаться к местам, находиться в которых было крайне опасно. В Чернобыль постоянно прибывали роботы. Белоярец от ПО Атом Энергоремонт, два МОБОТа из Института имени Баумана, а также два аппарата СТР, созданные на основе наработок для лунохода в НИИ Трансмаш. СТР наиболее известен по видеохроникам ликвидации последствий аварии. Робот управлялся радиокомандами, нес на себе три камеры, одну обзорную и две курсовые, оборудование для доз разведки и рабочие инструменты. В сериале Чернобыль был также упомянут робот Джокер, продвинутый немецкий робот с радио и ультразвуковым каналами связи, ножницами и перфоратором. Из-за того, что немцы получили неверные данные о мощности радиации в районе ЧАЭС, робот быстро вышел из строя. Все вместе роботы заменили несколько тысяч военных, там человек был бы обречен. Всего над техникой трудились более 40 производств по всей стране. Только ЦНИ РТК разработал, изготовил и отправил на станцию 15 роботов различного назначения, обследовавших более 15 тысяч квадратных метров площади и расчистивших более 4 тысяч квадратных метров. Но это была малая доля от задействованных на станции срочно мобилизованных солдат, а все роботы, советские видеомагнитофоны и другая техника из-за высокой радиоактивности были брошены в зоне отчуждения. Вот так интенсивно развивалась отечественная робототехника на рубеже 80-х и 90-х годов. К сожалению, благодаря континентальной катастрофе. Далее была перестройка и все эти гигантские наработки были заброшены. Пишите в комментариях, как вы думаете, была бы Россия на первом месте по робототехнике, если бы разработки продолжились? Не забывайте подписываться и ставить лайк, если мы для вас открыли что-то новое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!